Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, мы продолжаем второй сезон карьеры за Ювентус PS 2020. Спасибо вам за вашу поддержку в виде лайков и комментариев, продолжайте в том же духе, давайте как можно скорее наберем 1000 лайков под этим роликом, так что если ты еще не поставил лайк, обязательно жмякай и собственно говоря давайте ребята приступать. Сегодня нас ждут два матча в Кубке Италии, а после встречи с Фенербахче в Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионов пока не все здорово, мы на третьем месте, после двух игр у нас всего лишь одно очко и Фенербахче нас опережает. У них три нужно побеждать, но при этом постараться и сыграть здорово в Кубке Италии, там я думаю нужно будет немножко резервировать состав и собственно говоря у нас сегодня и Куба и Кин выходят с первых минут. Давайте кстати говоря поменяем форму, я поставил ребята вот такой вот комплектик, о котором меня многие просили, сыграем именно в нем. Ну и давайте ребят приступать, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и погнали на нашу первую игру. Первый матч мы играем на выезде, нужно забивать и постараться сохранить свои ворота в неприкосновенность. Не знаю получится ли это у нас, сегодня Демираль и Бануччи в центре обороны. Ну и соперник тут же пошел в атаку с первых минут, дальний удар по воротам и 1-0. Вот это начало ребята, первая атака соперника и первый гол. Это честно скажем нежданчик, как-то очень быстро разыграли хозяева и застали нашу оборону врасплох. Здесь Зинченко вроде бы боролся, но в итоге посмотрите как здорово разворачивается соперник и с честной пускает мяч в свои ворота. 1-0. Уже на четвертой минуте вот так вот быстро хозяева выходят вперед. Ну а катила нас холодной водичкой сразу же в начале этого матча. И теперь нет времени для того, чтобы вкатываться в этот матч. Нужно сейчас сразу же быстро приходить в себя. Кин, передача на Паулу Дибалу. И немножко она не прошла вперед. Середина первого тайма, пока ребята по-прежнему. 1-0 в пользу соперника. Кубо. Передача на поле Покба здесь. Кин. Паулу Дибала. Зинченко. Подача. Накрыли. Накрыли эту передачу. Снова Зинченко. Еще одна попытка. И снова. Снова соперник играет на отбой. Дешильо. Прервал передачу. И здесь выкрадывает мяч. Ну же. Дешильо. Удар Кина. Штанга. Вот это момент. Удар поля Покба. И за пределом штрафной. Бернардески. Снова поле Покба. Да что ж вы так. Все отбиваете. Да здорово. После забитого мяча в начале этого матча соперник в принципе больше держал мяч на своей половине поля. Пытаясь просто потянуть время. Еще один момент. И тут честное. Паулу Дибала. Забрасывает Накина. Ну если это не нарушение. Я не знаю что это. Давай карбитер. Можно и карточку показать. Сорвали атаку. Здесь Накина просто со всех сторон. Ну коленом в лицо арбитр. Это желтая должна быть. Тяжелым получается этот выезд. Пока таких вот знаете опасных моментов во втором тайме нет. Время уходит. Блес Матью Диб раскакивает мимо мяча. Здорово. Бернардески. Уходит от соперника. Есть момент для атаки. Бернардески. Передача. И здесь рикошет. Не дошел мяч до Дибала. Мы давим соперника. Но вот такие передачи конечно это не лучшее что может быть. Аарон Рэмзи. Кин. Передача. Поль Покба. Ну же. И только угловой. Передача. Кин. Ну что за обработка. Серьезно. Дуглас Коста. Прорывался. Прорывался Коста. И посмотрите как волнительно играли защитники. Но они смогли вырвать победу. И все решится во второй игре у нас дома. Мы оступились на выезде. И сейчас нет пути назад. Нужно ребята побеждать. Соперник здорово бился. В прошлом матче. У нас были моменты. Но мяч ни в какую не шел в ворота. Где-то спасал каркас. Где-то спасали защитники хозяев. Ну а сейчас нам уже нужно перед своими трибунами побеждать. Сегодня нас три. Марио Манджукич. В центре поля Пьянич. Эмраджан и Поль Погба. Данила. Александра Куадрада. Дуглас Коста. В общем сегодня много ребят. Которые постараются исправить ошибку первой встречи. Вот самое забавное. В некоторых эпизодах сопернику просто везет. И вот сейчас. Перин вовремя вышел. Ребята, такие моменты, конечно, это подарок для соперника по той игре, которую они имеют. Марио Манджукич отсюда можно и пробить. Ну почему все мимо мяча бегут? Я понять не могу. Что в первом матче? Что сейчас? Просто как будто игра не хочет, чтобы мы вообще что-то делали с этим соперником. Вот не люблю я играть с такими командами, которые просто сидят у своих ворот. Гасят игру кучей передач. И просто не дают, так скажем, играть в хороший быстрый футбол. Удар Эмраджана. Спасает голкипи. Да что ж такое-то. Все передачи идут в ноги сопернику. Как ты не отдай? И навесом, и пасом обычным. Все, все перекрывают. Дуглас Коста, еще удар. А там никого. Время уходит. Манджукич, Дуглас Коста. Заброс на Эмраджана. И здесь у Джана мяч отняли. И просто на вынос играет соперник. Ну же, Дуглас. И мяч залетает в ворота, ребята. Мы додавили соперника, ну вот хотя бы так. 86-я минута. Дуглас Коста продавливает. Соперника и заставляет их забить чуть ли не в свои ворота. 1-1 по сумме матчей. Непростая встреча. Честно, вот я не ожидал, что у нас вот такая вот получится борьба. Бентанкур. И Манджукич был близок к тому, чтобы проткнуть мяч в сетку ворот. Есть еще аут. И я думаю, арбитр даст нам поиграть. Замена. Еще один удар. И угловой. Последний угловой. Переиграли уже 2 минуты. В основное время. 2 дополнительных тайма по 15 минут, ребята. Вот таким вот непростым получается этот кубковый двухматчевый раунд. Хотели сэкономить силы. А в итоге вот такая вот борьба. Марио Манджукич. Удар. И рядом. Опасно. Деликт. Ну вот серьезно, почему у нас рикошеты вот такие вот идиотские? Рикошет у соперника. У них всегда мяч улетает подальше. Рикошет к нашим воротам. И это сразу же какие-то невероятно опасные моменты. Дуглас Коста развернулся. Удар Дугласа Коста. И там было нарушение. Польпа к бау мячам. А что если разыграть очень хитро? Вот так вот. Через Дугласа Косту. И Коста не попадает. Вот сейчас я играю в Пиэс. И у меня такое чувство, что я вернулся в ФИФУ. Потому что именно там постоянно проходили вот такие вот матчи, когда ты мог создать кучу моментов. А у соперника залетал буквально первый удар по твоим воротам. Ну же. Серьезно. Криштиан Роналду. Вот так вот. Он вышел, чтобы все это закончить, ребята. Криштиан Роналду забивает гол. И посмотрите, как классно он разыграл эту комбинацию с Эмраджаном. И классно шлепнул в дальний нижний угол. 2-1 по сумме матча. Эмраджан. Еще один удар. Рикошеты угловой. Это финальный свисток, ребята. С трудом. Но мы проходим дальше. Вот такие вот, ребята, расклады. Болония и Милан. Фиорентина, Рома. Аталанта, Самдория. Сосуала, Ювентус. Интер, Дженуа. Бонавента, Лацо. Торино, Удинезе, Парма и Наполи. Ну и, ребята, третий матч серии Лига Чемпионов. Приехали мы в гости к Фенербахче, которые идут на втором месте в группе. У них три очка. У нас одно. У Баруси шесть. И у Копенгагена, по-моему, то ли ноль, то ли тоже одно, как и у нас. Ну, в общем, сейчас, ребята, нужна победа. Не все в лучшей форме, потому что прошло всего лишь два дня с кубкового матча, которые были очень и очень такие напряженные. Ну и первое нарушение здесь Дешильо. Бьет по ногам и сразу же желтая карточка. Аарон Рэмзи. И вот так хорошо, аккуратненько, прострел. Дебала мог сейчас отличиться. Хозяева дают нам играть. Мы будем этим пользоваться. Пошла подача. И здесь Криштиану Роналду выскочил. Классно пробил. Это Банучи полетел вперед. Но нужно, чтобы кто-то ему помог. А Банучи вот так вот на Дугласа Косту забрасывал. Очень даже неплохо. Дешили. Еще одна подача и еще один угловой. Мы задавили. Павло Дебала. Еще одна подача. И снова Роналду. И штанга. Какие моменты. Мяч не летит в створ. Но сегодня просто заколдовали ворота соперников. Как угодно ты проводишь атаки. А мяч все равно летит мимо. А вот сейчас опасно. Атака соперника по левому флангу. Залетел он уже в штрафную. Но здесь смогли наши парни разобраться. И тут же организовываем контр-выход. Коста уже в штрафной. Дебала. 1-0. Наконец-таки. Наконец-таки 36-я минута. И Павло Дебала показывает свои аргентинские танцы. И выводит Юве вперед. Ну и Дугласа здесь пустили в штрафную. Он увидел забегание Дебалы. Не тот наконец-таки попал в створ. 1-0. Ну пора, ребята. Пора уже побеждать. У нас и в чемпионате пока все не лучшим образом складывается. И в лиге чемпионов во втором сезоне. У нас начинается второй тайм. В принципе, пока Фенербахче ничего особо не показали. Да и у нас не особо было много моментов. Да, мы забили. Забили, так скажем, с трудом. Все быстро. Через пас. Аарон Рэмзи. Роналду. И нет офсайда. Нет офсайда. Оставили Роналду совершенно одного. И гудит стадион. Гудит стадион, потому что хозяева пропускают второй мяч буквально в начале второго тайма. И я на секунду подумал, что все-таки был Роналду офсайд. Но нет. Он за спиной принял передачу. И аккуратненько поразил ворота. И очередную атаку разгоняем. И снова Роналду забегает. Роналду. Ну же. Дуглас Коста вынимает третий. Ну вот. Все нападение сегодня у нас забило. Пауло Дибало, Криштиану Роналду и Дуглас Коста. Ну и здесь снова Роналду. Посмотрите, как он отлип от защитника. А здесь Косте оставалось поразить только лишь пустые ворота. Ну и Дуглас Коста под аплодисменты трибун покидает поле. Федерико Бернардески выходит вместо него. Ну и все. Хозяева устали. Не точные передачи. Там я вижу уже в центре кто-то держится за заднюю поверхность бедра. Времени в этом матче все меньше. Очередная передача на Криштиану Роналду. Убирает он соперника вот здесь, если бы пробил. Это было бы красиво. Это было бы красиво. Две минуты добавляет арбитр. Они уже практически истекли. Истекли. Бернардески получил по ногам. И, ребята, все. Давайте посмотрим, как сыграли наши соперники. И будем прощаться. Барусия выиграла 1-0. А это значит, что она имеет в своем активе 9 очков. У нас 4. Фенербахча 3. И Копенгаген 1 очко. С вами был Локи, ребята. Обязательно поддерживайте видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok